Сегодня вместе с вами мы устроим неравный поединок между двумя разными категориями игр. Собственно, как вы видели в названии, между ААА играми и инди. Хотя, точно неравный ли? Вопрос интересный. На такие мысли нашего автора натолкнули недавние итоги 2020 года, которые подводили все игровые издания. Многие из них назвали игрой года Hades, инди-проект, созданный и изданный силами Supergiant Games 17 сентября прошлого года. Изначально он прошел мимо многих критиков и игроков, а у большинства из них уже имелся свой претендент на игру года. У кого-то это была The Last of Us 2, у кого-то Ghost of Tsushima, у других в головах были свои иные варианты. В данном же конкретном случае нас интересует то, что люди обращали внимание в большинстве случаев только на ААА игры. Ну и мы, собственно, никого за это не осуждаем. Почему так произошло, вполне понятно. Ну и об этом мы как раз поговорим в нашем сегодняшнем ролике. Удивительно тут другое. Многие наконец-то добрались до Hades только ближе к декабрю прошлого года, и все стали понимать, какую ошибку они допустили, обделив эту игру вниманием. В итоге случилось так, что проект от небольшой студии, не поддерживаемой силами больших издательств, смог порадовать многих игроков даже больше, чем крупнобюджетные игры, выход которых ждали годами. И тут вновь возникает вопрос, можно ли между собой сравнивать две разные категории игр, если процессы их разработки, рекламы и выпуска значительно различаются. На самом деле, однозначно ответить на этот вопрос не получится. Тем более, что как нам, людям, не принимающим непосредственного участия в разработке игр, можно со стопроцентной уверенностью что-то утверждать? Мы можем лишь наблюдать со стороны, а внутренняя кухня доступна только тем, кто на ней работает. Несмотря на это, как наблюдатели, мы все же попытаемся ответить на поставленный нами вопрос. Вы на канале XDelete, и мы начинаем. Прежде чем сталкивать две области лоб в лоб, нужно проговорить, что же подразумевается под ААА и инди-играми. И с первыми все достаточно очевидно. ААА-игры издаются большими компаниями, которые вкладывают в их разработку и рекламу огромные суммы денег. Самая главная их цель – это большие продажи, а заодно и реклама других продуктов компании. Целевая аудитория у них, как таковой, не существует. Все они стремятся к тому, чтобы на них обратили внимание широкие массы. Если же цель не выполняется, а продажи не достигают нужного уровня, то такую игру можно считать коммерческим провалом, так как она принесла прибыль либо ниже затраченного бюджета, либо не сильно его превышая. Стоит отметить, что качество игры и количество проданных копий – это не одно и то же. Проект может быть шедевром, но в итоге его купят всего лишь полтора человека. Что же в итоге мы имеем? ААА-игры – это самые настоящие блокбастеры от мира видеоигр, в которые вкладываются огромные средства. Но что же там с инди? У инди ровным счетом все наоборот. Нет, их разработчики наверняка тоже хотели бы того, чтобы их произведения пользовались успехом у широкой аудитории и попадали в чарты продаж. Проблема тут заключается в другом. Инди-разработчики не обладают небольшим штатом, ведь иногда игру может создавать один единственный человек. Небольшим бюджетом, а соответственно и возможностью хоть как-то рекламировать свои продукты, чтобы так называемые массы хотя бы узнали о их существовании. Что касается бюджета, то его разработчики либо получают через краудфандинг, либо используют свои собственные средства. Насчет последнего даже существуют шутки в духе «Инди-разработчик семь лет создавал свою игру и наконец-то обанкротился». Если же деньги были собраны через краудфандинговые площадки, то иногда их бюджет может значительно увеличиваться, из-за чего появляется возможность расширить штат. Но правда такое случается нечасто, и такие игры даже называют «Трипл Ай», по аналогии с «Трипл Ай». Получается, что «Инди» не имеют поддержки издателя, а значит, с одной стороны, они лишены огромных бюджетов и огромной команды, но с другой, у них появляется нечто более важное. Это свобода. Они вправе делать любой проект, который только захотят. Но хорошо ли это? Мы обязательно вернемся к этому вопросу чуть позже. Теперь ненадолго обратимся к истории. Если вам кажется, что инди начали появляться на рынке только в последние годы, то вы ошибаетесь. С некоторыми условностями можно сказать, что индустрия как раз таки и начиналась с инди-разработчиков. Маленькие команды собирались в загородных домах, чтобы с помощью своих сил создавать игру мечты. Игру, в которую захочет сыграть каждый геймер. У них не было никакой поддержки, кроме той, которую они оказывали друг другу. И вот они наконец разработали свою игру и выпустили ее в условно-бесплатном формате. После чего увидели, насколько популярным стал их продукт и решили выпускать свою новую игру на широком рынке. Однако самостоятельно сделать это оказалось не так уж и просто. Им пришлось обращаться к большим компаниям-издателям. Они-то точно знают, как лучше продать замечательную игру. Увидев то, что игровая индустрия начинает набирать обороты, многие издательства начали работать с теми, кто уже успел хорошо себя показать. С тех пор инди-разработчики без издателя ушли в подполье, так как у них банально не было возможностей и способностей самостоятельно распространять свои творения. Впрочем, ситуация изменилась с тех пор, как начала расцветать цифровая дистрибуция, и появились площадки вроде Steam, PSN и Xbox Live. Выпускать игру на подобных платформах куда проще, чем в розницу. Тем более, что она вполне могла привлечь внимание пользователя даже без рекламы. Но со временем инди-рынок стал увеличиваться, и сегодня один отличный инди-проект приходится на 30 плохих. Ну да ладно, качество — это уже совсем другой вопрос. Многие, говоря об инди-играх, любят указывать на то, что это проект из душой. Ведь разработчик трудится не под указкой многомиллионной компании, которая контролирует процесс и говорит ему, что нужно делать. Он занимается своим проектом самостоятельно и реализует только свои собственные идеи, обладая при этом полной свободой. Однако, как раз эта свобода и может стать причиной того, что конечный продукт представляет из себя странный набор идей, который может быть понятен только самому этому разработчику. Кроме того, реализация этих идей также может выглядеть плачевно, и дело тут далеко не в маленьком бюджете. Существует несколько примеров инди-игр, которые создавались одним разработчиком от и до, и при этом получились отличными. Взять хотя бы тот же Axiom Verge от Томаса Хеппа. Дело в том, что у него уже был опыт работы над играми, и он понимал, как этот процесс должен осуществляться. Многие же новички под грузом необъятной творческой свободы начинают смешивать несмешиваемое, приправляя это плохой реализацией. Как итог, получаются неиграбельные инди. Но нужно понимать, что любой опыт по-прежнему остается опытом, а первая игра может не стать шедевром не только из-за того, что все не поняли замысел творца, а по причине просто качества продукта. Сегодня, к сожалению, Steam переполнен огромным количеством инди-игр, которые вряд ли могут заинтересовать игрока. Многие из них выходят в раннем доступе, но так его и не покидают. Впрочем, упомянутая в начале ролика Hates как раз таки и является той самой игрой из раннего доступа. К слову, это тоже интересная тема. Является ли ранний доступ все-таки благом индустрии, или он же ее погубит? Обязательно пишите в комментариях, если вам было бы интересно посмотреть ролик на данную тему. На первый взгляд может показаться, что мы только ругаем инди и их разработчиков. Но это далеко не так. Мы просто стараемся указать на очевидные минусы этой категории игр. На самом деле очень круто, что многие люди не стесняются заниматься тем делом, которое им нравится, и не опускают руки, если первый блин вышел комом. В современном мире это обычное дело. Творческая реализация своих идей – это всегда прекрасно, но нужно понимать, что одного лишь таланта или желания что-то создавать бывает не совсем достаточно. Всегда нужно упорно трудиться и набираться опыта, особенно если получаешь какой-либо фидбэк. И наличие площадок вроде Steam, которые могут стать отправной точкой для пути инди-разработчика в игровой индустрии, это безусловно хорошо, хоть и не может не вызывать негативных эмоций у простых пользователей, которые могут негодовать от огромного количества инди самого разного качества. Но еще раз, существование таких проектов, как Heights, Disco Elysium, Undertale, Hollow Knight и еще множество других замечательных инди – это веский аргумент в пользу того, что такая категория игр абсолютно точно имеет право на жизнь. Кроме того, инди формируют определенную моду в игровой индустрии, хотя бы среди игроков, на различные жанры и тематики. Поэтому отрадно видеть то, что какие-то давно забытые и нишевые жанры продолжают жить благодаря энтузиастам, которые не побоялись рискнуть и бросить все свои силы на создание своих великолепных детищ. Грустно лишь от того, что они не всегда получают должного внимания, как ААА игры. Ведь все упирается в рекламу и маркетинг, а найти какой-либо достойный инди-проект самостоятельно не всегда получается. Но если он все-таки вышел действительно замечательным, то разработчикам воздастся по заслугам. Также из-за недостатка средств выход каких-либо обновлений или DLC для отличных инди может задерживаться на долгие годы. Если вы являетесь талантливым разработчиком и ваши работы уже успели зарекомендовать себя высокими оценками, то вы наверняка попадете под прицел крупных компаний, которые захотят заполучить вас в свою коллекцию, подобную Горацио Слизнарту. Другое дело, что вам самим не захочется продаваться, и вы таки останетесь маленькой командой, которая самостоятельно разрабатывает игры и издает их без чьей-либо поддержки. Хотя продаться кому-то и просто принять помощь от другой компании это все-таки немного разные вещи. Далеко не все откажутся от помощи со стороны, тем более, что для многих это самый настоящий шанс, чтобы реализовать свои идеи и довести их до задуманного уровня. Получается, инди-игры могут выступать в качестве мостика к переходу в индустрию ААА-проектов, когда маленькая компания не просто получает финансовую и издательскую поддержку, но и всецело переходит под крыло какой-либо другой студии. Безусловно, стремятся к этому далеко не все, но кто-то определенно видит это своей целью, из маленького, известного только узкому кругу разработчика дорасти до человека, который работает над созданием ААА-игр. Игр, о которых знает каждый игрок. Да, в таком случае первой ступенькой для достижения поставленной задачи как раз таки и может стать создание своей собственной инди-игры. А как же ААА-игры? Ну а мы немного отошли от нашей изначальной темы, но нам хотелось бы подробнее разобраться о феномене инди-игр, чтобы более точно ответить на поставленный нами вопрос. На всякий случай напомним, он звучал следующим образом. Можно ли между собой сравнить две разные категории игр, то есть инди и ААА-проекты? Несмотря на то, что инди-разработчики не обладают всеми средствами, которые доступны большим компаниям, можно с уверенностью сказать, что сталкивать между собой две обозначенные области игровой индустрии можно, ведь они все-таки являются частью одной сферы. Тем более, что такое сравнение всегда больше на руку инди, а не крупным проектам. Даже если небольшую игру поставили рядом с той, которая была сделана большой командой, и первая ей проиграла, то она уже получила часть внимания и рекламы. Да и проиграть сильному противнику не так уж и стыдно. Но если возникает обратная ситуация, то тут небольшим студиям можно только поаплодировать. Они сумели создать продукт, который оказался лучше того, что так усердно рекламировался и разрабатывался. Ну да в любом случае, инди-игры можно и даже нужно ставить в один ряд с играми больших компаний. Сегодня многие воспринимают их как некий отдельный жанр, а игры всех жанров в конечном счете так или иначе сравниваются между собой. Тем более, что инди также очень часто имеют свои отдельные номинации и даже специальные выставки, посвященные только проектам данного направления. Проблема лишь в том, что в большом потоке инди найти хорошие игры действительно трудно, но временная волна, благодаря игрокам и критикам, смывает всю гальку и оставляет нашему вниманию лишь драгоценные камни. Самоцветы, которые получают свой кусочек славы, борются с крупными играми и навсегда входят в историю индустрии. Если обернуться назад и посмотреть на лучшие игры прошлого десятилетия, то там мы наверняка найдем далеко не одну, а сразу несколько инди-игр, и это уже хороший результат для проектов, которые создаются энтузиастами со своей мечтой. За выход же этого ролика мы благодарим наших патронов. Если вы тоже хотите поддержать наш проект и вам понравилось наше видео, переходите на сайт Patreon по ссылке в описании или становитесь спонсорами прямо здесь на YouTube. За это вы получите доступ к раннему доступу, внутреннему блогу и командному мерчу. Ну и пожалуй на этом у нас на сегодня все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу инди-игр. Нужно ли их воспринимать отдельно от больших проектов или в этом нет никакой надобности. Также называйте ваши любимые инди. Кто знает, может мы тоже пропустили самые настоящие шедевры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на чертов колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Они выходят у нас каждый день. Спасибо, что заглянули, мы ценим ваше внимание. И до скорых встреч здесь, на канале XDelay. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok